Я узнал, что у меня есть плохие коммуникации на техэтаже. Всё потому, что управляющая компания самовольно вывела деньги со спецсчёта, предназначенного для капремонта. И затеяла тот самый капремонт. Он, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Какие-то люди, похожие на мастеров-коммунальщиков, прокрались на техэтаж и начали что-то монтировать и ремонтировать. На вопрос, вы кто и откуда, хранят партизанское молчание. На то и вовсе шлют, куда подальше. Альбина тут же обратилась в управляющую компанию. Ответ обескуражил. Прислали странный ответ, что они вообще ни при чём. То есть они вообще не отвечают за капитальный ремонт. Все вопросы нужно задавать исключительно нашей старшей по дому, которая, естественно, ни одного регламента ничего не знает и даже близко не может никаким капитальным ремонтом не заниматься. Занимается исключительно исполнением распоряжения управляющей организации. С подрядной организацией разговаривать вообще непонятно с кем. Я говорю, кроме монтажников никого нет. Кто подрядчик не говорят, сметы спрятали от глаз жильцов. Акты выполненных работ не показывают. Что за ремонт такой, не ясно. Альбина обратилась в фонд модернизации ЖКХ. Специалисты приехали, дом осмотрели. И тут всё стало на свои места. Не спрашивая жильцов, мутный управляек вывела средства со спецсчёта, предназначенного для капремонта, и организовала непрошенные работы. В итоге собственники остались с новыми коммунальными проблемами и без денег. Эта проблема, она не единичная, не только в этом доме. Заявлений от собственников, обращений, жалоб очень много в последнее время как раз по специальным счетам. То есть мнение собственников не спрашивается. И мы зачастую, когда уже выявляем эту проблему, она находится на такой вот последней стадии. Мы будем принимать самое активное участие, потому что проблема стоит очень остро. Если со спецсчетом фонда, созданным правительством, всё ясно, то со спецсчетами ситуация не такая простая. Контроля никакого. Бригады шабашников работу выполняют некачественно и вообще исчезают с деньгами. Кран висит, здесь должна быть какая-то опора. Значит, самоизоляция трубопроводов не выполнена. Сами подушки, что касалось общего крепления системы, фактически труба никак не закрепилась. Грузопломки никакой нет. Ну и есть участки, которые мы, в принципе, проверили, посмотрели. Там уже была течь. Только за месяц специалисты проверили более 15 адресов. В большинстве случаев наблюдаются тотальный обман жильцов. Нецелевое использование денег и нарушение технологий выполнения работ. Есть законопроекты, которые находятся на рассмотрении. Это ужесточение контроля за многоквартирными домами, которые формируют способ формирования фонда капремонта на специальных счетах. Эта проблема, она уже на федеральном уровне озвучена не первый год. Тут и депутаты, и правительство все в курсе. Альбина же, наученная горьким опытом, избрала для себя самый действенный способ избавления от проблем. Доверить выполнение работ профессионалам и спать спокойно. Я за то, чтобы вернуться в фонд конторнизации.